Субтитры сделал DimaTorzok Так, полиция наградила похитителей антиквариата Все члены банды красной маски арестованы Китайская банда годами работала под носом у Бойда Блин, а мы не успели, кстати, да, в прошлый раз Но мы-то эту банду уничтожили, уничтожили Просто нам там почему-то давали Так, я перебрал с выпивкой, едва ли смогу работать сегодня Можно мне пойти домой? Блин, ну ты охренела, что ли? Туда, иди Так, а она же у нас была, блин, ведущим этим самым, как ее зовут-то? Блин, надо арестовать там кого-то было, да, или нет? Так, мафия, ваша доля Ваши друзья прислали вам долю от продажи неавтоматического оружия О как! Оказывается, можно, да, с мафией Подать вашим подчиненным А есть вообще разница? Вопрос, конечно, интересный Забрать все себе Так, дела Посмотрим Мэрия А, через один день Ясно, ясно, понятно Так, Рик, Кристофер Сэнд Сэнд Сэндой нужна помощь Наши люди проверяли улицу, по которой скоро должен проехать мистер Сэнд И заметили там панка с оружием в руках Наверняка неподалеке Предоставилось еще несколько ублюдков Наверное, Варга хочет застать нас врасплох Давайте лучше застанем врасплох его немытых обезьян Так, пацаны, давайте На дело Блин, а у меня... Ой, я промахнулся Ну ладно Поступил новый вызов Так, портим имущество Аркадный зал Позвонил кассир аркадного зала И пожаловался на двух подростков Которые выломали руль у автомата Турбо Нитро И теперь пытаются сбежать Так, ну вы, в принципе, неплохие Давайте, поехали У меня, в принципе, все Вот только колесар только у меня остался Меньше нормы А так все должны быть где-то там Так, супруга пресс-секретаря мэра Очень любит хоровое пение Сегодня она отмечает свой день рождения Будьте добры присылать несколько человек С хорошими вокальными данными Муниципальное поручение Так А я откуда знаю, кто у меня с хорошими данными Ну ты и ты Давай, все Самых беспонтовых, ребят Вот этого, кстати, я бы Заместитель Подожди, полицейская академия Да? Колесар Давай, вперед Нанять стукача За трешку Так, кого? Давай, Смит Будешь стукачом Я не знаю, на что это влияет Задание выполнено Так, порча имущества Преступник пойман, офицеры невредимы Все, красавчики Давайте еще Так, торговля оружием Гетто Очевидь сообщил, что какой-то мужчина Продает оружие прямо на улице Из багажника своего автомобиля У нас тут каждый вечер стреляют Сделайте, наконец, что-нибудь Блин, мне кажется, это ложный вызов Давай, пока двоих отправим Блин, надеюсь, не умрут Давай А что у нас по расследованию? Расследование Так, детективы О, а что это вы? Давай, всех туда закинем Банды Банд нету Архив Архив тоже нету А, у нас в прошлой серии Автодак появился Так, ну что там Никто не атакует Никто ничего А, ситуация оказалась куда серьезнее Чем мы думали Запрашиваем подкрепление Давай, ты и ты Двоих отправим Потому что, ну, хотя бы двоих Мне нужно тоже оставить Потому что это, ну, прям Без вариантов Поступил новый вызов Да, охереть Перестрелка Водитель погрузчика Заметил несколько вооруженных людей Пробирающихся между контейнерами Сколь раздались В очереди выстрелов и крики Точное количество людей С оружием неизвестно Но сотрудник почти Ой, сотрудник порта Видел на не менее пяти человек Ааа, так Че, двоих Спецназ И автозак Блин, ну двоих Ну спецназ же Спецназ Спецназ должен быть нормальный Не зря он Так, торговля оружием Преступник пойман Офицеры невредимы Гражданские невредимы Так Отвезти в полицейскую часть Попросить мафию продать Давай продадим Нам бабки нужны А у меня нет людей Наш человек Пес полотенца Салфетки Разные кухонные принадлежности На ранчо Его перехватили Сраные панки Разбросали коробки И устроили цирк Прямо сейчас Пляшу там И кривляются Нам не жалко Полотенец Но нужно же Преподать этому Атрепию урок Сейчас подожди Кто-нибудь вернется Сейчас Офицеры ждут Дальнейших распоряжений Отряд прибыл На место преступления И обнаружил Возле контейнера Шесть вооруженных Автоматических оружием Преступников А также Три трупа Бандиты Заметили полицейских Двое бросились убегать Выстрелить в преступников Выстрелить в воздух Всем стоять на месте И поднять руки Блин, ну они с оружием Вообще, как бы Ну сначала предупредить нужно Давай так, попробуем Оставшиеся преступники Укрылись в контейнере Начальщик шторм Вы окружены Выходите с поднятыми руками Вы курите их оттуда Подручными средствами Нет, выходите с поднятыми руками Задание выполнено О, ну красавчики есть Добыча кокаин Попросить мафию продать Ну, я не сказал, что я самый честный Так, вот тут у нас что Господин Буэт Мне очень неловко Снова обращаться к вам за помощью Но вы единственный Кто может решить эту проблему Те пластинки Что отсудила моя бывшая Я, конечно, вернул Да, ну да, и она вроде как Ни о чем не догадывается А вот ее тупорылый брат Имел на эти пластинки Свои виды Этот идиот Нанял частного сыщика Который три дня подряд Дежурил у моего магазина А сегодня имел наглость Распределили Все, давай, все разъехались Блин, туда придется ждать Че А я не знаю Че там Подозритель индивидуум Бывший пациент Психиатрической лечебницы Кларк Лебокко Обратился в полицию Из-за маньяка Предстающего к людям В торговом центре Лебокко утверждает Что речь идет О настоящем убийце Который Ни перед чем не остановится Так, ну это Психиатрическая больница Скорее всего Он просто Это какого Короче, ложный вызов Я не знаю Ну, можно, конечно Одного отправить На всякий случай, да? Блин, или двоих Давай двоих Мне кажется, это ложный вызов Шеф, проблема решена Мистер Бибер Отблагодарил билетами На сегодняшний фестиваль Иландского джаза Звучит круто Четыре тысячи Спасибо, мистер Бойт Вот так вот Хорошо, хорошо Задание выполнено Подозрение вызвал Сотрудник торгового центра В костюме героя Из фильма Кровь Лучшая одежда Посетителям Он угрожает Понарошку Никого убивать Не собирается Ну я же говорил Это ложный вызов Да, да, да Так Открыть расследование Давай вспомним Смотрел двух человек Видел их Мимолетно Но у мужчины сидели Рядом с водителем У мужчины сидевшего Рядом с водителем Была борода Лемех Накануне Жаловил Что его преследуют Он Всюду видел парня Похожего на кого-то На того С кем поругался В библиотеке Так Темная машина Блин А тут уже Это-то получается Темная Вот это вот Не может быть А Темная Все-таки красная Так Уильям Холден На средстве местных баров Неоднократно задержался Полицией За управление Транспортным средством В нетрезвом виде Ясно Так А у нас Офицы Излюбленное место Уильяма Для попоек Его там знают все Вам необходимо Двух офицеров И ведущего следователя А вот это что такое Бар Излюбленное место Уильяма Для попоек Его там знают все То есть два одинаковых Короче у нас офицер Вообще дома Выходной Поэтому завтра Так будет Завтра и поедем А подожди Жилой квартал Последнее место Проживания Уильяма Но данным Уже больше трех лет Короче надо в бар ехать Да Вот этот бар Да Но уже не сегодня Завершить день Так Сэнды Варги Ага Завершить день Так День пятнадцатый Мэр доказал свою Приверженность Непатитму Мэр Роджерс Считает Что его должность Шефа полиции Что должность Шефа полиции Не должна быть Выбранной Мэр Роджерс Если мой племянник Хочет возглавить полицию Я его поддерживаю Ах ты сука такая Смотри как вы Поехали на работу Он гарки своих Да Ставит Так Одна лычка Что Берчу Может дадим Смотри А у нас А у нас Вот этот Еще Хатчинсон Без лычки Робинс У нас С самого Начала Так Берча Берча Мы на Обучение Вот Эту Без лычки Ему мы Вручим А Этого Какого Берча Мы отправим На Обучение Так Бар Бар Давай Ставал И Вандал Давай Поехали Так Эта женщина Достоинно служила Своему городу Сегодня Похранились Армейскими Пучастями Вы заплатили Стукачу За его услуги На неделю 500 долларов Учитывая Последние события Мы должны Пойти На некоторые Уступки В отношениях С феминистками Сделать так Чтобы Как минимум Половину Вашего штата Составлять женщины Проверим Через 3 дня Ну блин Наймите Женщин Поступил Новый Подожди Тогда Слот Для офицера Слот Для детектива Улучшение Спецназа Прибавка Так Так Что там Угроз самоубийства Мост Таксист Услышал крики Заметил Несколько людей Когда проезжал По мосту Возле порта Он остановился Узнать Не требуется Кому-то помощь Но приблизившись Понял Что мужчина Собирается Бросить В ледяную воду Двух детей После чего Покончить с собой Джейсон Бросил нас Я потерял Работу И дом Мы не выживем Лучше прекратить Все сейчас Таксист Передал слова Самоубийцы Так Ты Ты Давай Берч Втроем Я думаю Справитесь Так Дела 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 Не то Расследовала Не то Заместитель Полицейская академия Да Перч Давай Поступил новый вызов Давай посмотрим Взлом с проникновением Пригород В моем доме кто-то есть Я слышу Как кто-то водит Ногтями по двери На первом этаже Поспешите Крепучим шепотом Сообщил пожилой мужчина Опять глюки Наверное Да Так Давай Вот Вы вдвоем Побег с места аварии Преступник пойман Все Вы поймали всех подозреваемых Дело закрыто Шикарно Шикарно Все Детективы Красавчики У нас Внештатная ситуация Два заплаканных Мальчика В шоковом состоянии Стоят прямо На краю моста Рядом стоит Нетрезвый отец Который медленно Поталкивает Детей Все ближе К обрыву Дружище Не кипятись Расскажи мне Про своего мужа Не кипятись Расскажи мне Про свою жену Ребят Не волнуйтесь Все будет хорошо Мужа Жену Так Все будет хорошо Сильный порыв ветра Едва не бросил Ребенка с моста Но тот В последний момент Удержался До крови Разодрав колено Бросится на помощь Детям Никак не реагировать Слушай Хватит валять дурака Дети И так уже Настрадались Давай вот это Мужчина Заплетающим Сизнеком Объявил Что больше Не собирается Откладывать Неизбежность У детей Вся жизнь Впереди Ты не можешь Решать За них Давай Подождем Немного Сюда едет Человек Которому Ты не безразличен Направить На мужчину Оружие И приказать Отойти От края моста Давай Подождем Немного Сюда едет Человек Которому Ты не безразличен Задание Выполнено Ух Слава богу Слава богу Так Поступил Новый вызов Так Бизнес-центр Нарушение Общественного Секретарь Обигейл Джонс Сообщил В полицию Что ее начальник Мартин Кобейк Вернулся После совещания Сам не свой Он постоянно Лазил в сейф И доставал оттуда Огромный пакет Белого порошка И что-то делал с ним Сейчас он постоянно Орет Ведет себя Крайне неадекватно И требует Чтобы Она доставила ему Голову единорога Иначе он Перережет ей горло Ножом для бумаги А затем Возьмется За всю ее семью Так Ну Здесь Неадекват Погнали Наркота в деле Блять Так Вот такое мы не поддерживаем Задание выполнено В доме Никого не оказалось Кроме собаки Которая попросилась На прогулку И царапала дверь Сука Так Надо короче Вот этих вот тоже качать Да Порча имущества Церковь Молодой Пьяный баркер Ворвался В церковь Сломалась Камью Осковлено освещение Распятие И сбежал Так Или что Или одного Будем качать Просто ведущему офицеру Там гораздо больше дают Да Ты будешь главным Вы На подмоге Вот так Так Кстати Задание выполнено Так Нарушение общественного порядка Помоги Так Так Все Опа Здрасте Давай Подпросить мафию продать Конечно Так Дела Подожди Полицейский участок Мне нужно Чтобы было 50% Женщин Да Мужиков у нас Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать А баб Раз Два Три Четыре Пять Это мне что Половину уволить Да ты что Это старая Тректив У меня все слоты заняты Не Ну блин Мэрия Конечно сорян Но я такие условия Выполнять не буду Кристофер Сент Член нашей семьи Обедает в ресторане Своей тайной любовницей Поскольку встречи секретной Охраны было немного И один из Подручных варги Сумел Сумела проскочить В зал С гранатой Этим лучше заняться Полиция Неофициально конечно Так Берч Робинс Вперед Там вот За такие задания Там даже Не повышается Этот самый Ретит Поэтому Там по идее Не накосячито Не это Какого-то Главное отправить Так Расследование началось Уже пять снимков Нужно Блин Ну А они максимум По три за день Приносят Да Ясно Ну тогда потом будем Читать Искать К ним Кстати Можно подключить Еще с другой Смены Давай Детективы Вот А у меня В той смене Всего два Да Ладно Ладно Так Что опять Затишье Ну ладно Наконец-то Захват заложников С жертвами Банк Фрибурга Мужчина В костюме Вошел В фойе банка Запер двери И убил Несколько человек Он ни слова Не сказал Просто начал Полить в людей Заявил очевидец Здание Осталось Десяток людей А требования Преступника Неизвестны Так Спецназ Уилдрим Грант Вандал Самоди Ну и Стовал Давайте У Гранта Кстати Тоже у нас Нету И вандал Тоже кстати У нас Нормальный чувак Робинсу Надо лычку Тоже дать Короче Всем надо раздать У кого нет лычки Всем раздадим Так Ситуация оказалась Куда серьезнее Чем мы думали Запрашиваем подкрепление Да и что Я всех сотрудников Что ли отправлю Ну ребят Вы что Раз Два Двоих Давай Ну Я надеюсь Хватит Хотя бы двоих Мне оставить Я своих Самых лучших Бойцов Так Девушка по имени Анна Держит небольшую Бухгалтерскую контору И помогает нам С решением Некоторых Специфических Вопросов Сегодня Возвращаюсь С работы Анна Застряла За стола Свой дом В огне Эти мудаки Что устроили пожар До сих пор Стоят там И любуются Пламем Было бы здорово Если бы кто-нибудь Бросил в огонь Их Проломленные Черепа Так Хатчетсон Кендал Это ваша работа Давайте Задание Выполнено Так Захват заложников Жертвы Ну во Красавчики Преступник пойман Офицер невредимый Гражданский невредимый Блин Все красавчики Все Перч младший Смотри У нас сейчас Под две сотки Будет Из самых Из лохов Сколько у него Пять было Изначально Вот как Прокачали мы его Он самый Самый Конченый Гнида был Ничего Прокачался Так Порча имущества Три новых кадра Ну опять же У нас три кадра Надо пять Поэтому Ну это вообще Потом будем читать Надо хотя бы еще Хотя бы еще три И там уже будем смотреть Или да Или нет Или Сейчас даже бесполезно Вообще что-то там Выкладывать Ну по крайней мере Мое такое мнение Чтобы сократить Потому что потом Может там То забудем То так Сэнди Шесть Варги Тари Все хорошо Так Все красавцы Все Это Это мой Полицейский Участок Так Бизнесмены Собираются Покинуть Покинуть город 86% Жителей города Не поддерживают Снос Кукурузного Монумента Во Фрибурге Может появиться Киностудия Поехали на работу Поехали на работу Гарольд, но я не успокоюсь, пока не узнаю наверняка. Можно я поеду домой и дочитаю эту книгу? Ты что? Ебобор, что ли? Янси. Это что такое? А что это значит? Подожди. На карту. Подожди, это что такое? Что это за значок? А, крыса, Смит. Все, стукач. Я понял. Так, мэрия, слотарь детектива. Да, спасибо. Биржа труда, детектив. Такой дядька, такой прям. Они все, блин, ну такие, ны. Где у нас там не хватает? Тут у нас три в смене. Б, два. Вот. Смену Б. Вот ты пойдешь. Ну, не знаю, мне прям понравилось. Смену Б. Есть. Дальше. Теперь вы зарабатываете на 10% больше. Тысячу триста двадцать в неделю. Это хорошо. Так, у нас тут вызов. Охранники должны были забрать со школы детей нашего юриста. Но оказалось, что за минуту до нас их перехватили люди, похожие на панка в Варге. Мы не знаем, как Варга нашел этих детей. Они учатся под фальшивые фамилии. Но действовать в любом случае нужно быстро. И могли бы они не могли уйти далеко. Так, Смит, Остин, вперед. Так, улучшение спецназа. Теперь вы можете улучшить свой спецназ. Так, эффективность. Или заставить работать два раза в день. А они у нас один раз в день работают, да? Давай два раза в день. Так, слот для офицера. Теперь вы можете нанять одного дополнительного офицера. Вот это хорошо, хорошо. Так, девушку мы можем нанять. А у нас, получается, смена А в смене Б у нас одного как раз не хватает. Вот ты пойдешь в смену Б. А тут все равно я даже девчонок не найму половину. Ну, это было по заданию. Мне, короче, нужно... У меня 17 мужиков, получается. Это мне... Тут девок столько нету. Так, ваша доля. Ваши друзья прислали вам долю от продажи неавтоматического оружия. Так, давай половину поделимся, конечно. Так, Смит. Ой, не туда. Заместитель полицейской академии. Смит. Смит, ты пойдешь учиться. Вот, я хочу, чтобы у меня все были больше 200. Поступил новый вызов. Так, новый вызов. Давай посмотрим. Драка. Начальная школа Фрибурга. Две ученицы старшего класса устроили драку прямо на уроке химии. Учительница Долора Спондер вызвала полицию. Сначала попыталась успокоить их, а затем полезла разнимать и получила в глаз. Так, ну тут для девчонок задание. Давай. Все, девчонки. Девчонки против девчонок. Сейчас там устроить. Так, музей. Чего? А у меня? А у меня? Ааа, сейчас. Подожди, тогда надо снять. Детективы. Так, давай будет ведущим Армстронг. Армстронг? Пуллман. Давай вот этого снимем тоже. Мы его потом туда наймем. Так. Ты. Армстронг, давай. Я хочу тоже качать. Детектив. Поступил новый вызов. Новый вызов. Посмотрим. Продажа наркотиков в больнице Сент-Джона. Мисс Дунбар сообщила, что медсестра пыталась продать ей наркотики прямо в больнице. Я пришла на прием к врачу после перелома. Медсестра услышала, что я жалуюсь на боль. Дождалась, пока доктор выйдет. И стала нахваливать свой товар. Лучше любого пикадина. Говорила она. Так. Янси и Требор. Давай, вперед. Я думаю, двоих хватит. Задание выполнено. Драка. Давай посмотрим. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Все. Что вы, красавцы? Смотри, как у меня. У меня все прям задания. Нет ни одного провального. Тю-тю-тьфу, конечно. Так, Ража, расследование началось. Ага. Так, расследование. Давай ты. Детективы. Ты и ты тоже будете здесь. Не оба дома. Все, ладно. Хорошо. Ну. Задание выполнено. Так, продажа наркотиков. Преступник пойман. Блин. Добыча кокаин. Ни хера себе. Так, блин. Не слишком ли часто я прошу мафию? Да пофигу. Я буду делиться со своими сотрудниками. Все. Все нормально будет. Корнелиус Блан. Мистер Буэт. Я состоятельный человек, которому не безразлична судьба города. Я хочу пожертвовать полицейскому департаменту сумму достаточную для того, чтобы нанять трех дополнительных офицеров. Но при одном условии. Одно из этих мест займет мой приемный сын. Разумеется, вы не можете уволить его ни при каких обстоятельствах. По рукам? Естественно. О. Так. Вот это. Есть проблемы с алкоголем. Так. Подожди. Подожди. Сразу полицейская академия. Ты. Сразу идешь в полицейскую академию. Так. И еще двух сотрудников я могу нанять. Вот это. Вот это нормально. Вот это нормально. Так. Если он у нас появился в смене Б, значит вот эту нанять в смену А. И мы посмотрим, сможет ли. Так. Что у нас? Кто-то пристал на улице к сводной сестре, члену нашей семьи. Ее водитель позвонил нам из таксофона. Но сам он слабак и сделать ничего не может. По описанию нападавший очень похоже на людей в арге. Задержите этих долбоебов до прибытия наших парней. Не бейте их слишком сильно. Просто сделайте так, чтобы они не сумели скрыться. Мы приготовим для них сюрприз. Так. Ты и ты. Перси. Усатый волосатый. Прям даракан такой, да? Усатый волосатый. Так. Что у нас тут? Ограбление. Центр города. Позвонил парковщик, который только что видел, как к девушке, выходящей из дорогой машины, подбежал парень в капюшоне и, угрожая электрошоком, отнял у нее сумку. Так. Остин, Асана, это ваше дело. Езжайте. Две бабы там справиться с одним каким-то там копником. Все нормально. Задание выполнено. Поступил новый вызов. Ну, я же сказал справиться. Смотри, у меня сейчас все профессионалы. Так, новый вызов. Нападение с применением холодного оружия. Исправительное учреждение. Даймондс Док. Пожилому зэку надоела еда в тюремной столовой, и он пробрался на кухню с заточкой, побеседовать с поваром. В полицию позвонил охранник, который боится заходить на кухню, чтобы не спровоцировать зэка. Так, а какого хрена этим должна заниматься полиция? У них там своя охрана. Кто полицию пустит на территорию тюрьмы? А? Так, Янси, перди, давайте. Попердели. Перси никуда не буду отправлять. Мы сначала из него сейчас идеального копа сделаем. Он будет у меня в академии учиться, 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 учиться. Так, короче, все нормально. А там же еще и лычку, по-моему, дают, да? У нас внешне одна ситуация. Так, нападение с применением холодного оружия. На полу кухни разбитые тарелки и перевернутые кастрюли с мутной жижей. Пожилой зэк сидит на табуретке и макает повара лицом в кастрюлю. Приговаривая, сам ешь это дерьмо. Повезло, что тебя вообще кормят. Эй, у нас здесь остался еще теплый бургер. Отпусти-ка пору. Эй, у нас остался теплый бургер. Давай так. Попадание выполнено. У, прям сразу. Все, повелся. Красавцы, красавцы. Я же говорю, у меня четкая команда. Ну? Так, кража, отчет. А, здесь тоже пять кадров. Короче, это мы пока не смотрим. А вот здесь уже, а вот здесь уже можно. Так, Клара Мэйсон. Прихожанка, я хожу на воскресенную службу вот уже 36 лет, но подобное безобразие видела впервые. Какой-то сумасшедший юноша въехал на мотоцикле прямо через двери божьего храма и начал бегать вокруг, крича разные богохульства. А еще он посмотрел, посмел поднять руку на святого отца. Ну, Ньеза. Куда катится наша молодежь? Все произошло так быстро. Парень въехал прямо в одну из лавок, чуть не раздавив прихожанку. Затем он заглянул в исповедальню и бросил внутрь бутылку. Потом подбежал ко мне и крикнул, дьявол всегда сидит на крыше церкви. И сильно толкнул меня. Я упал на пол, а этот сумасшедший заорал. Моя рука тверда, я выбью тебя из седла сатана. Швырнул свой шлем в крест на алтарем и умчался прочь. Я был в исповедальне, когда все случилось. Ждал, пока отец Нуньез закончит проповедь и сможет меня выслушать. Я так много грешил на этой неделе. Сидя в исповедальне, я услышал шум мотора, как у мотоцикла. Потом раздался грохот и мужской крик. Выходи, Люцифер, тебе не скрыться от меня. Через несколько секунд молодой парень в косухе распахнул дверь в моей кабинке и проорал. Я настигну тебя, где бы ты ни был нечестивый, и бросил внутрь бутылку, поскольку поранили мне лицо. На месте преступления найден шлем черного цвета с белым пятном на затылке. На свальке возле церкви остались следы трех мотоциклетных шин. То есть он на трицикле был. Типа вот это он заехал. Швырнул. Столкнул отца. Вот так вот. Это уже... А, ну это неправильные кадры. Короче, ну, примерно как-то так. Вот тут просто не видно, три цикла или что это. А, ну вроде да, вроде три цикла. Одно колесо, а здесь два. Вот, но все равно кадра еще не хватает. Найден шлем и... На асфальте возле церкви остались следы трех мотоциклетных шин. Значит, где-то еще должны быть, наверное, кадры какой-то. Ну, здесь не подходит. Здесь, что, типа как два одинаковых. Он говорил, толкнул. Но не пнул. Ладно, пока, пока закрываем. Пока так. Так, успешных заданий ноль, проваленных заданий ноль. Ладно, я говорю, мы его переобучим еще. Переобучим. Так, завершить день. Сцены 8 в ARGE 3. Мы ведем. Завершить день. Так, доходы граждан упали на 9% с прошлого года. Бывший сотрудник мэрии назвал официальные цифры по безработице далекими от реальности. Безработица в городе достигла исторического минимума. Так, поехали на работу. Сегодня из другой страны приезжают родственники. Нужно их встретить. Можно мне отгол? Нет. Ты детектив или кто? Моя подруга врезалась на перекрестке в чью-то машину. Сейчас в глубкой панике. Можно мне отправить себе на помощь на целый день? На целый день? Блин, я даже не знаю. Да, ну типа как вон полицейский. Сегодня суд примет решение по поводу опеки над моими детьми. Они плачут и боятся, что им не разрешают жить со мной. Я должен попасть на это слушание. Дадите мне. Вот это вот оправдано, да. А то, что, блин, ну того, ну не знаю даже. Так. Так, полицейская академия. Джим Колесар с блеском сдал все экзамены и заработал повышение. Красавчик. Красавчик же есть. Молодец. Завтра истекает срок. Наймите женщин. Да, блин, их нету столько. Или что, мне половину, блин, копов просто уволит. Ваши друзья прислали вам долю от продажи какая-нибудь? 7 тысяч. Ну вот это нормально. Так, половину этим работягам своим дать. Так, полицейский участок, биржа труда. Есть еще девки? Девок нету. Ну, а как? Как мне туда? Я тогда не знаю. Ну что? Давай, Рыжего берем на смену Б. Чтобы завтра он вышел как раз. Поступил новый вызов. Новый вызов, давай посмотрим. Нарушение общественного порядка. Пригород. Пожилая Эмма Уэстон позвонила с жалобой на своих соседей. Из их дома доносятся громкие звуки, напоминающие скрежет металла. Рев турбин и какие-то гудки. В окне она видела дергающихся людей. Так. Ты и ты. Давайте вперед. Заместитель сразу. Давай полицейская академия. Полицейская академия. Кастел. Давай вперед. Принять. Полицейская академия. А я, кстати, детективов могу. Я даже детективов могу обучать. Принять. Ну, отлично. Так. Расследование. Что у нас по расследованиям? Кадры. Детективы. Так. Вот этот у нас сегодня работает, да? Ага. Так, а здесь детективы. А сегодня у нас тоже один. Одного мы отпустили. Ясно, ясно. Да ладно. Поступил новый вызов. Новый вызов. Захват заложников с жертвами. Психиатрической лечебницы Бродвелл. Больные восстали против санитаров во время завтрака. Троих ранили и заперлись вместе с ними в столовой. Обещают убивать по одному санитару каждый час, если их не выпустят на свободу. Блин, ну это слишком молодая. Не хочу ее. Так, ты. Ты. И ты. И автозак. Все. Втроем должны справиться. Задание выполнено. Я что, его одного что ли отправлял? Подожди. А я думал двоих. А, подожди. Так она. А ее и в академию отправила. И что, она не поехала на задание, что ли? У нас внештатная ситуация. Так. Вокруг здания столпились репортеры и зеваки. Преступники наблюдают за происходящим из окон третьего этажа. Штурмовать здание через аппаратный вход. Отправить переговорщика. Пробираться через черный вход. Пробираться через черный вход. Задание выполнено. Все, ну красавцы, красавцы. Все, молодцы. Ну давайте, следующее задание. Поступил новый вызов. Угроза в физическом здоровье. Центр города. Позвонила испуганная женщина и сообщила, что по улице бегают двое парней, одетых в рыцарские доспехи. Кричат, бойтесь наших жал. И гоняются за прохожими, размахивая клинками. Пока они никого не задели. Но клинки звенят как настоящие. Блин, это и сценировка вот этих боев. Сто процентов, это просто левое задание. Давай ты, ну и на всякий случай ты. Ну мне кажется, это, ну, бутафория. Просто какой-то, либо кино там снимает, не знаю, либо тебе такого. Задание выполнено. Преступник пойман, офицеры невредимы. Стука! К мистеру Сэнду приехал старый друг. Сегодня они собираются устроить прогулку на лошадях. Но владелец загородного клуба только что позвонил нам и, заикаясь, рассказал, что какие-то панки до смерти сбивают лошадей. Приготовлен ли их для мистера Сэнда? Вандал, давай, твоя очередь. Блин, я думал это, ай, такое, ну, типа, ложный вызов. А оказалось, что настоящее все-таки реально... Блин, ну почему двое опытных офицеров не справились? Почему? Из-за того, что я вот эту вот отправил с ними? Ну как-то, ну, неправильно. Поступил новый вызов. Новый вызов. Жалобы на шум, гетто. Клим Юрьев сообщил, что в соседнюю квартиру постоянно ходят подозрительные люди с огромными сумками. Шумят, кричат и не дают его трем сыновьям спокойно делать уроки. Разберитесь уже с этими бандитами, прикричал мистер Юрьев. Так, тебя я не буду отправлять, пошла ты нахер. Вот, троих. Так, давай, все. Да, которые до двухсотых вообще лучше никуда не отправлять на серьезные задания. Вообще даже никуда не отправлять. Так, а у нас у вандала еще... Задание выполнено. А, сейчас, подожди, заместитель. У вандала нет еще лычки. Сейчас, давай мы его отправим на обучение. Вот, чтобы у него тоже лычка была. К чему? Ну, а то несправедливо как-то, да, получается. Так, жалобы на шум. Преступник пойман, офицеры невредимы. Добыча автоматического оружия. Опа-цы, попросить мафию продать. Как естественно. Так, целая толпа людей в варге напала на грузовик, принадлежащий одной из наших фирм. Эта машина перевозит кое-что очень важное. Лишь мистер Сент и два его заместителя знают, что именно это за груз. Водитель успел позвонить нам, но связь прервалась. Вероятно, он уже мертв. Нужно остановить засранцев, пока они не вскрыли кузов. Так, ну, троих. Давай вперед. Так, кража. Открытие расслеживания. Вот, теперь кадры появились. Рафаэль Капа, сохранник музея. Я делаю обход каждому музею, каждый час. Сигнализации здесь нет. Мэрия уже который год не может выделить нам на нее деньги. А звона разбитого стекла я не слышал. Музей, музей-то не маленький. Когда я в очередной раз делал обход, уже под утро окно было разбито. А холст вырезан из рам. Никаких следов вокруг. Только кирпич на полу валялся. Парковка всю ночь пустовала. Только под утро там появился велосипедист с тубусом на плече. Парень медленно катался на парковке, потом оставил велосипед и на пару минут ушел из зоны видимости. Затем он вернулся в кадр, уселся на велосипед и уехал. Брэм Вандерхоф. Студент художественной школы. Я страдаю от бессонницы и часто езжу на велосипеде по городу глубокой ночью. Я взял с собой тубус и другие принадлежности, чтобы не возвращаться домой. У меня с самого утра занятие в арт-школе. У музея остановился от лить. Признаюсь, я люблю помещать угол этого здания, воображая, что однажды и мои работы будут висеть здесь. И Иеремия Стивенс, преподавательница художественной школы. На лекциях по творчеству голландских мастеров Брэм Вандерхоф всегда резко высказывался по поводу работы Деврума. Он называл легендарного художника переоцененной посредственностью и очень развеселился, когда неизвестную картину Деврума нашли на городской свалке. Говорит, что там есть самое место. Потом ему стало не до смеха, когда он узнал, что и эта картина Деврума попадет в музей. Так что я не удивлюсь, если это Брэм вломился в музей и украл картину, чтобы сжечь или порезать ее на мелкие кусочки. Стекло выбито практически полностью. Сквозь окно мог легко пролезть взрослый мужчина и не порезаться. Большинство осколков стекла лежит снаружи музея на асфальте. Большинство осколков лежит снаружи музея на асфальте. То есть, получается, это снутри. Значит, это охранник. Вот он шел. Достал кирпич. Своровал. Но это не пацан кинул. Он мог вот так вот сделать. Но здесь пацан, типа, берет. Мне кажется, это охранник. Так, ладно. Здесь кадров, получается, не хватает. Здесь. Здесь обычный мотоцикл. А у нас там три цикла. Вот, бутылку он кинул. Подожди. Вот так вот. Не то. Может, он толкнул вот этого? Тоже не то. Корчон въехал. Там что-то, это какое... Кого-то толкнул. Тоже не то. А если вот так? Тоже не то. Да, здесь левые кадры. Потому что вот здесь три цикла. Здесь обычно... Так, ребят, херово расследование ведете. Так, ну что, завершить день. СНД-10, АВАРГИ-3. Так, ну что. Завершить день. Ну что, ребят, давайте на этом моменте, тогда мы закончим данную серию. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Если ждете развязку, то она будет в следующей серии. Ну а на сегодня у меня все. Всем спасибо, кто смотрел. До скорых встреч. Всем пока. Продолжение следует...